Инцидент произошел здесь, в одном из веревочных парков города Барнаула. Как сообщает прокуратура, 13-летний мальчик проходил полосу препятствий по детской трассе. Как и положено, ребенок был пристегнут к страховочному тросу, но именно он мальчика и подвел. Трос оборвался, так сообщают правоохранительные органы. Сейчас мальчик находится в краевой детской больнице с закрытыми переломами правой седалищной кости, крестца и правой лучевой кости, сообщают правоохранители. Известно, что он был с другими детьми и в сопровождении взрослых. Здесь компания праздновала день рождения одного из детей. В какой момент отдых пошел не так? По неподтвержденной информации, инструкторы официально не трудоустроены, хотя работают здесь достаточно давно. Профильного образования у них нет, нет и сертификатов о безопасности. После вчерашнего происшествия в парке пусто и, как мы видим, административный домик закрыт на замок. Сегодня у нас парк закрыт и он будет закрыт до того момента, пока мы не поймем, что и где у нас не так и почему это произошло. Парк работать не будет. Мы пока сами, честно говоря, не понимаем, что произошло. Мы сейчас будем разбираться, выяснять причины, если нужно заказывать нужной экспертизой. Мы были вчера в больнице, мы сразу выехали и в парк, и в больницу, и в одно, и в другое. То есть были там на месте, чтобы понимать, что, как. И помощь мы будем оказывать, такую, какая понадобится, ну потому что это дети. Следователями проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кстати, это уже не первое происшествие за это лето, связанное с детским отдыхом. В конце июня в Новоалтайске на веревочном парке девочка запуталась в страховочном снаряжении, и веревка стянула шею ребенка и начала ее душить. С признаками асфиксии школьницу доставили в больницу, сейчас ее состояние оценивают как удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Не так давно, 18 июня, ЧП произошло в развлекательном центре Барнаула. При прыжке на батуте девочка получила травму трех позвонков. Прокуратура проводит проверку. А это одно из самых страшных происшествий на аттракционах края. Произошло почти год назад. 31 мая 2021 года в районе Докучаева батут взлетел в воздух вместе с детьми. Две маленькие девочки упали на землю с высоты нескольких метров на расположенные поблизости трамвайные пути. Их состояние оценивали как тяжелое и крайне тяжелое. Она ртом шевелит, губками, но звука у нее нет. Единственный у нее звук – это хныканье выходит. Вот такое вот. Основание черепа тоже треснуло, кость основания черепа. А именно в этой части мозга отвечают рецепторы за речь. Спустя год мама девочки рассказала, что речь и слух возвращаются. Ребенок начинает ходить. Происшествия на аттракционах, к сожалению, происходят регулярно. Алтайские депутаты предлагают ужесточить ответственность для владельцев и внести административное правонарушение за неправильную эксплуатацию. Что касается недавнего ЧП, известно, что аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю. По поручению прокурора края Антона Германа организована проверка, чтобы оценить соблюдение мер безопасности при эксплуатации спорткомплекса. Следком проводит доследственную проверку. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.